Салам, это ДБК и я в Стирли-Тамаке, втором по населению в городе Республики Башкортостан. Можно даже сказать, что это вторая столица Башкирии. Съемка этого видео происходила в начале января, поэтому на улицах так много снега и льда. Суровую погоду усложнила съемка, но не остановила ее. Поэтому ставьте лайк для продвижения этого видео. Пишите комментарии, если вы из Стирлика или бывали здесь. Ну и на канал тоже можно подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok Где-то на улице Стирли-Тамака удалось отыскать торговые ряды, которые выглядели в стиле 90-х или начало 2000-х. Это небольшая такая постройка, решетки, типичный для магазина ассортимент. От журнала с телепрограммой «Домой» до «Доширака в дорогу». В этих же торговых рядах еще была кондитерка, которая выглядит так себе. Да и шевермячная тут явно не лучше. Смысл существования таких торговых рядов сейчас очень сомнительный. Потому что они продают все то же, что и обычные магазины сетевые, только в 2-3 раза дороже. Если покупать здесь, то при крайней необходимости, когда нормальные магазины не работают. Но такое, мне кажется, может возникнуть каретка. Вот это вот милая дама черного цвета, брюнетка. Она здесь вот работает в салоне красоты местным. Вот в общем рекомендую специалисту вот этого вот. Специалисту рекомендую очень. Очень хороший специалист. Телетомак – это весьма интересный город. Он разделен рекой Стерля на две части. Есть еще река Ашкадар, но она не разделяет город настолько сильно, как именно Стерля. Попасть с одной стороны на другую можно разными способами. В том числе вот по такому железному мосту. Иногда все-таки, ходя по таким сооружениям, думаешь, они не обрушатся случайно под тобой. Но этот вроде не обрушился. На одном из берегов в 2022 году сделали благоустройство. Раньше здесь были сплошь деревья, заросли. Все это выглядело как одна огромная заброшка. Оценить, как все выглядит теперь, можно только с весной по осень, когда нет снега. Но, впрочем, и зимой некоторые результаты заметны. Во-первых, появилось больше места для прогулок. И ты идешь не где-то в кустах каких-то там, в каком-то лесу непонятном. Ты идешь, ну, блин, вдоль набережной, в конце концов. И у тебя есть свет. Вечером ты видишь, куда идешь, и случайно не наступишь в реку, и не утонешь в ней. Я считаю, это положительный момент. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как я уже говорил, город определенный рекой Стерли на две части. Существенные части. Первая часть, судя по застройке, она является исторической. То есть это место, где начинался город, где он развивался изначально. Соответственно, у Стерли-Тамака есть два центра. И то, что ты находишься именно в историческом, говорит застройка. Там вот преимущественно такие дома стоят в конце 19-го, начало 20-го веков. Аккуратные такие, с каким-то архитектурными причудами. Они аккуратные, небольшие, красивые. Самое главное, они не безликие серые, как советские девятиэтажки или, хуже того, бараки. А это кинотеатр Салават в городском сквере. Судя по картам, это реально действующий кинотеатр. Вращают торговые центры, магазины, офисы. Есть много примеров. А здесь вот смогли сохранить. Но надолго ли? Это странное серое здание в картах подписано как театр. Хотя на деле представляет из себя адскую смесь особняка 19-го века и какой-то неудачной постройки времен СССР. Честно говоря, вообще непонятно, что это за здание, что там такое. Театр или что-то другое. Ну, знающиеся ли там акции напишут мне в комментариях сейчас о том, что это вообще такое. Если вы захотите побывать в машине времени, то вам в этот магазин. Он реально отбрасывает вас в какие-то 70-е годы прошлого века. С тех пор, кажется, тут вообще ничего не поменялось. Вывеска та же, стекла, двери остались такие же. Это удивительно. С одной стороны, кошмар какой-то, а с другой, блин, это же реально прикольно. Это как памятник можно сделать. Серьезно вам говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА